ой это что это это такое такая запись пошла такой гонг так все запись у нас идет люди будут подключаться соответственно как я предлагаю построить эфир на самом деле это будет разговор про твой опыт как я уже говорил что я взял по сути несколько последних твоих видео и просто сделал вот эти заголовки да там поиск работы что нужно продукту поиск работы в гугле собеседование в гугле там в apple и так далее и ну самое интересное естественно да это твой опыт потому что понятно ты медийный человек у тебя много подписчиков тебя много кто смотрит читает да ты давно этим занимаешься это самое главное и собственно давай наверное начнем нас ну по сути с представления да чем ты сейчас занимаешься и как ты вообще дошла до жизни такой наверное это как раз основное да давай с удовольствием расскажу о себе меня зовут анна наумова я продакт менеджер в крупной компании всем известной но которую нельзя называть вслух если хотите на линк ты мне все понятно и не живу я в городе техас точнее в городе остин штат техас сша в сша я переехала в 2016 году 6 половиной лет назад и до этого я жила родилась и жила в москве свою карьеру продуктом я начала в двенадцатом году проекте одноклассники и до этого в той же компании я работала маркетинг менеджером то есть у меня продукт была был такой транзишен из маркетинга в продакт менеджмент и соответственно когда я приехала в сша я продолжила карьеру продуктом и проработала здесь в четырех компаниях разных и маленьких стартапах и вот сейчас работаю в крупной большой корпорации вот в целом кратко обо мне да у меня есть свой канал где я рассказываю про релокацию с сша про карьеру войти сша и про продакт менеджмент иван было гостем у меня совсем недавно обсуждали мы и европу и азию и соответственно сейчас такое а лаверды да то есть как бы ответ на эфир ты пришла ко мне для того чтобы мы обсудили как раз именно рынок америки да потому что ты специализируешься именно как раз на этом рынке но пишут я там есть опыт что логично как как я я сам ты наверно поддерживаешь главный твой кейс это ты сама да наверно это основное смотри вопрос следующий прежде чем мы сейчас уйдем как раз детали до про поиск работы из чего-то начинала какие были ошибки я помню я сам когда искал работу тоже смотрел твои видео и спасибо за них большое ты говорила про резюме что знаешь когда ты из с высоты ну своего опыта смотришь назад открываешь свое резюме времен одноклассников да там mail.ru это такой блин как я с этим могла пойти мы сейчас уйдем в эти детали смотри вопрос такой ты работаешь продактом потому что мне частенько задают вопрос вообще кто такой продакт менеджер даже не кто такой а за что отвечает продакт менеджер потому что объясню почему это важно да в контексте вот мы тоже вчера встречались с ребятами в анталии да встречались том числе с александром он а cpo одного стартапа в эмиратах и он сказал такую вещь что все таки в российских реалиях продакт это как правило человек который project и который знает чуть-чуть маркетинг да то есть это такой это даже не сколько по функционалу сколько по наверное майнсету да по складу ума да и вот ты можешь сказать вообще кто такой продакт именно вот с твоей точки зрения и чем продакт в сша отличается от продакта в россии ну соответственно с учетом твоего как раз предыдущего опыта в чем самая принципиальная разница да отличный вопрос давай наверное начну кто-то с вопроса кто такой продукт и буду наверное я говорить все таки про рынок в сша потому что у меня здесь уже больше экспертиза чем на рынке россии но я думаю что это можно также применить и на рынке россии в том числе вот соответственно в сша есть четкое разделение на продуктов project of программах и так далее особенно в крупных компаниях в мелких компаниях там очень часто все объединяется в одного человека но вот если мы говорим про крупные компании там есть четкое разделение вот соответственно продукт продакт менеджер он отвечает за такую стратегическую часть продукта да если мы как примеру построим такую лесенку да то сначала идет продукт потом идет программ если он есть очень часто его нет потом идет project соответственно все что связано наверное очень много определений продуктов да я хочу вот каким-то очень простым способом таким объяснить из чего состоит вообще продукт да состоит из какой-то бизнес части соответственно это какие-то финансовые показатели это то чего хочет добиться бизнес также есть пользователи для чего для кого вообще мы делаем этот продукт и третья составляющая эта технология да каким образом мы доставляем этот продукт секундочку пожалуйста у меня прости пожалуйста да у меня просто кот прыгает да у меня кот и вот прям когда у меня очень важный звонок он начинает прыгать на мое любимое растение и прям дерет его своими когтями я и я не могу во-первых это меня отвлекает во вторых я начинаю переживать за свое дерево сейчас я просто скажу рассказываю про продакт менеджер менеджмент и она начинает просто прыгать на мою пальму любимую вот соответственно это продакт да это вот такой вот верхний такой стратегический вот этот уровень дальше если мы переходим чуть ниже да программа он отвечает за какую-то конкретную там вот программу допустим если мы говорим про крупный проект гигантский да вот типа amazon программа может быть какой-то модуль модуль определенный и соответственно за него отвечает программ менеджер и если мы переходим проджекто то project уже конкретные задачи или конкретные какие-то фичи да вот что нужно сделать разбивает на более детальные компоненты соответственно там он больше расписывает какую-то техническую часть больше коммуницирует с девелоперами менеджерит бэклог и соответственно отвечает за delivery за доставку вот конкретного вот этой части который сформировал продукт в нужное время в нужном качестве да определенные сроки и так далее вот примерно такая разница ну да да то есть как бы резюмируя до продукт он стоит на такой какой-то более такой верхнеуровневой части такой на платформе и смотрят вот как эта ракета запускается в космос до смотрят на какая стратегия да какие рынки мы будем покорять да какие цели там и вот двигает вот эту всю машину в направлении определенной цели да общается с пользователем в том числе понимает проблемы и соответственно разбивает на какие-то вот компоненты и спускает да дальше на разработку да где подхватывает либо программ либо project либо все вместе и соответственно разбивает уже на мелкие детали потому что разработчикам часто читать то что написал продукт не всегда интересно ну зависимости от разработчика да я работала с разными кому-то кто кому-то достаточно понимание бизнес цели какой-то пользовательской проблемы и так далее и вообще чего мы хотим достичь и они сами уже могут разбить это на какие-то подзадачи есть разработчики которые не могут это сделать и которым нужен кто-то вот этот промежуточный этап такой да который это все им и разобьет да вот это вот кусочек маленький такой кусочек такой кусочек такой да и и так далее ибо вопрос вопрос чем отличаются продукты в россии от продукта сша мне на самом деле сложно сейчас ответить на этот вопрос потому что продуктом россия была более шести лет назад я уверена что много чего изменилось за это время я в принципе слежу за за рынком продакт менеджеров россии я подписана на многие телеграм-канал и в принципе мне кажется что продукты в россии так или иначе особенно в крупных компаниях движутся именно в этом направлении да что продакт отвечает за vision за стратегию на проблема пользователя и так далее то есть мне кажется примерно плюс-минус то же самое да если мы берем какие-то небольшие проекты может быть стартапы где продукт объединяет в себе и project а и сам он делает эти таски сам менеджер и бэклог и вообще все делает и плюс еще маргейском может делать да очень сильно зависит от компании в сша тоже такое возможно все это зависит от размера компании да я понял ну то есть смотри такой же вопрос я как для себя определяю как ты правильно заметила что продакт менеджер это больше про стратегию а project менеджер там или delivery менеджером больше про тактику да то есть он про конкретные кусочки там поставки прочее прочее смотри на вопрос как ты считаешь логичным ли просто ко мне тоже с таким вопросом сдается наверное я же там по карьере какие-то тоже рекомендации даю является ли логичным для project а продолжение развития карьеры в продакт менеджменте то есть как некая следующая ступень абсолютно точно да в принципе вообще самый наверное популярный путь как стать продакт менеджером это транзишен из смежных профессий туда включается project менеджер дизайнер qa customer success разработчик маркетолог то есть в принципе все люди которые так или иначе взаимодействуют с продакт менеджером и тесные связки работают могут как раз могут стать продуктом при определенных условиях да то есть не каждый человек может стать продуктом и опять же таки возвращаясь что такое продукт да у человека любого да пусть это project пусть это девелопер я знаю разные истории как люди становились продуктами да им всем нужно закрыть ту или иную компоненту если мы берем что продукт это комбинация бизнеса пользу пользователей и технологий соответственно зависимости от того где у тебя слабая сторона то нужно подкачать у project скорее всего технологии будет сильной стороной у девелопера скорее всего сильной стороной будет но допустим понимание пользователей и бизнес будет слабой стороной соответственно project чтобы стать продуктом да нужно развивать вот эти две части например если мы говорим про customer success у них скорее всего юзеры будут сильной стороной они будут знать все про юзеры проект более вообще кто они такие да но возможно будет страдать бизнес часть возможно у них хорошая тоже технологическая часть потому что они взаимодействуют с пользователем и с девелоперами да но вот к примеру бизнес будет страдать вот соответственно нужно закрыть те или иные пробелы чтобы стать продуктом и очень важно это проявление таких лидерских качеств потому что продукт он лидер он должен драйвить свою команду по достижению определенной цели и соответственно должен проявлять этот человек который хочет стать продуктом помимо знаний да он должен еще проявлять лидерские качества проявлять инициативу и вообще что то делать брать на себя ответственность просто да как раз вот мой следующий вопрос был это как стать продуктом да ну как применимо как раз в сша но ты действительно уже затронула что в основном продуктом понятно что есть люди которые вот изначально не знаю там со студенчества да там говорит я хочу идти именно продуктовый менеджмент потому что моем понимании хороший продакт это в первую очередь хороший предприниматель то есть человек который мыслит именно не ну то есть да стратегически мысль с точки зрения бизнеса с точки зрения клиента с точки зрения бизнес метрик да то есть его основная работа нацелена на донесение какой-то ценности да то есть он знает как работает бизнес кто его клиент какие боли знает как все это посчитать проверить и так далее ну и и какие то понятно да собственно отклонение промониторить. В целом ты сказала, что из продукта часто идут люди из смежных областей, из проектного менеджмента, из UX исследователей. Есть ли какая-то особенность, как стать продуктом в Америке? То есть может быть какие-то success story, может быть люди, я не знаю, к чему я это спрашиваю, потому что ты знаешь, сейчас очень популярная история, когда люди свитчатся, то есть они там, не знаю, 10 лет работали юристом, занимаясь юриспруденцией, а сейчас переходят, я не знаю, в тестировщики или в бизнес-аналитики. Причем как раз продуктов на самом деле, ну вот то, что я могу судить, именно джуниор продуктов меньше всего. В основном люди идут тестировщики, аналитики, разработчики и проекты, да, потому что мне кажется, что в проект менеджмент зайти проще, чем в продакт менеджмент, да, потому что, ну, как бы требования, они, мне кажется, все-таки, ну, послабее. А вот как обстоят дела в США? Есть ли какие-то особенности, как нужно заходить именно в продакт менеджмент, вообще как стать, и какие ошибки не совершать, вот именно для тех, кто хочет зайти? Ну, да, то есть я уже сказала про переход из смежных профессий, наверное, это самый популярный путь везде и в России, и в США в том числе, то есть если ты эксперт в своей сфере, которая каким-то образом связана с продукт менеджментом, у тебя есть огромные шансы, чтобы стать продуктом, да, это, наверное, путь номер один и самый популярный. Вот. Второй путь в США, конкретно я сейчас говорю, про США, это стажировка, да, кого берут на стажировку? На стажировку берут выпускников университетов свежих с каким-то техническим, технических каких-то профессий, вузов. Допустим, если ты, я не знаю, компьютер-сайенс закончил или data analyst, ты можешь пойти на стажировку в компании, вот крупные компании практически все раньше нанимали, сейчас, к сожалению, у нас из-за кризиса у нас фриз, но, тем не менее, я думаю, что кризис пройдет, да, программа продолжится. То есть они берут каких-то технических специалистов из вузов и обучают их в течение, там, года или два на то, чтобы стать продуктом. Изначально они делают какие-то очень технические вещи, например, считают аналитику, табличку, да, как-то таблички, они сидят, читают, да, этим ним. Потом они учатся, эти люди, как делать выводы из этих данных, которые они там только что проанализировали, сгруппировали и так далее. Вот, это еще один путь, применим конкретно к США, людей из вузов технических берут на стажировки. Третий путь – это программы APM, Associate Product Manager. Associate Product Manager – это, ну, такой аналог, как Junior Product Manager, да, простите, это не используется, но в США это вот, если вы будете искать Junior, да, вы скорее найдете Associate, нежели Junior, да, потому что Associate – это вот, ну, как название такой джуниорской роли. Соответственно, у крупных компаний, типа Меты, Гугла, Амазона, да, любых других, опять же-таки, раньше были открыты эти программы APM, сейчас из-за фриза их нету. Но когда они откроются, смысл там такой. На эти программы могут идти люди не обязательно с каким-то определенным образованием, то есть главный критерий – это то, чтобы люди не работали продуктами, то есть они вообще не продукты, они подаются на эту программу, но этим людям нужно во время интервью объяснить, первое, почему они хотят стать продуктами, да, почему им вообще интересна эта профессия, и второе, им также нужно пройти достаточно сложные продуктовые интервью. Продуктовые интервью в США, они, ну, предсказуемые, и они состоят там из компонентов типа product design, product execution, то есть люди, которые идут на программу APM, заранее должны подготовиться, они должны как минимум пройти, прочитать, я не знаю, какие-то книги, да, Марти Кагана, cracking DPM interview, да, вот эти вот базовые книги для junior product менеджеров, и, соответственно, с этими знаниями уже, теоретическими знаниями идти и применять их на списетные. То есть вот такой вариант тоже есть, и достаточно популярный в США. И, наверное, последнее, это транзишн из предпринимательства, как ты уже сказал, что продукт, он предприниматель в том числе, тоже хороший транзишн, когда вроде ты не дизайнер, ты вот и не разработчик, да, но ты фаундер, к примеру, стартапа и по каким-то причинам решил стать, пойти в найм, да, денег надо больше заработать. Соответственно, все, ты тоже берешь свои знания как product менеджера, вот что конкретно как product менеджер ты делал в своей компании, и затачиваешь свое резюме, и продаешь себя как продукт. Либо из консалтинга, тоже транзишн из консалтинга, тоже достаточно популярный, работал ты Макинди, делал какую-то продуктовую часть, очень хорошо, скорее всего, если ты работаешь в консалтинге, у тебя замечательные коммуникационные навыки, у тебя очень много каких-то теоретических знаний, у тебя, скорее всего, очень хорошее образование, тоже хороший транзишн можно сделать в product менеджмент из консалтинга. Слушай, да, это интересная история, как раз особенно вот про там литературу ты упомянула. Смотри, а вообще существует какая-то сертификация? Потому что, ну, как бы я сам начинал карьеру, ну, сейчас продолжаю, именно как project manager, да, есть PMP, ну, и от PMI, да, есть, собственно, как раз там IPMA, есть PRINCE2 и так далее. Ну, то есть разные проектные институты, да, и сертификации, да. Ну, понятно, есть agile сертификации, да, там по SAVE, по, не знаю, LES, там, по Scrum, Kanban, для продуктов есть вот что-то, что вот, имея этот сертификат, показывает, что, ну, как, знаешь, как PMP. Вот PMP – это некий такой стандарт, да. Если у тебя есть PMP, значит, ты уже хотя бы чего-то понимаешь, ну, в теории, ну, там, теории, практика, потому что без практики ты не будешь допущен до экзамена, да. Вот для продуктов есть что-то такое подобное? Да, отличный вопрос, да. Часто спрашивают, какие курсы пройти, чтобы стать продуктом. Ну, вопрос, ответ, к сожалению, никаких. Курсы вы проходите исключительно для себя, для структурирования своих знаний, для получения теоретической информации, но если мы говорим не про стажировку и не про APM, то продуктов чаще всего хотят уже с каким-то практическим опытом, да, и это самая большая такая дыра, потому что продукт, сама профессия, она подразумевает очень много ответственности. Найм плохого, не того продукта – это угроза для бизнеса. Вот, поэтому продуктов просто вот с сертификатом компании нанимать не будут, да, не имеют такого продукта, который придет и будет фигачить, да. Возможно, например, каких-то вот на стажировке, да, или на APM-программы, но уже подразумеваю, что эти продукты без опыта, да, и их нужно потратить год, чтобы их обучить, или два года, да, в зависимости. Вот, соответственно, ну, вот, к сожалению, нету пока я не видела, честно, вот программы, которые вот обучатся, и прямо вот ты берешь с этим сертификатом, идешь, тебя берут на работу. Все, кто это пишут, это, честно, это душит, да, не версия, ну, такого нету, да, от продуктов все равно требует какого-то практического опыта. Продукт должен совершить много ошибок, продукт должен изучить очень много, да, всего, потому что продукт – это такой вот многорукий шива. Продукт должен знать всего по чуть-чуть, но много всего, да, но как бы не очень глубоко, то есть глубоких требований каких-то очень не требуется, да, но должен обладать достаточно большой эрудицией такой, кругозором. Вот, и это приходит, к сожалению, ну, вот только на практике ни одна книга, ни один университет тебя не обучит вообще всему тому, что должен знать продукт, вот. Слушай, ну, да, я с тобой полностью согласен, действительно, что вот именно профессиональные сертификации для продукта, я знаю только одну, ну, опять же, да, это там Professional Scrum Product Owner, PSPO, да, Scrum.org, ну, опять же, да, там есть Level 1, Level 2, но это больше, знаешь, как для, как тебе сказать, как некий допник, да, то есть это, если есть, хорошо, если нет, ничего страшного абсолютно, это не показатель, что это плохой продукт, который там не, ну, опять же, это только Scrum, да, понятно, есть другие фреймворки, есть, опять же, продукты же тоже разные, есть, которые за рост отвечают, есть, которые за, я не знаю, за, вот, как ты сказал, за лояльность, за клиентов, да, ну, то есть там. Есть технические продукты, да, TPM, да, да, TPM, да, продукты. Там такие, слэш-архитекторы, слэш, ну, там, они, как правило, выход за больше из разработки, да. Девелоперы, да. Девелоперы, да, 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 да. Собственно, и в целом, да, это как раз опыт, потому что, ну, это ценится больше всего, и это проверяется, опять же, на кейсах, на интервью, на, ну, то есть сложно как бы, как тебе сказать, обучить некому образу мышления, да, потому что все-таки продукт – это некий майнсет, как мы уже говорили, да, это такой внутренний предприниматель, который драйвит, собственно, бизнес. И ты очень круто заметила, что ошибка нанять не того продукта ставит под угрозу бизнеса, да. Бизнес, да. Цена ошибки очень высока. Да, смотри, давай вернемся тогда к моему опту. Как ты, с чего ты начинала? Поиск работы, да, то есть вообще, почему у тебя возникла мысль, ну, собственно, поиск работы в США, релокации и так далее. Почему США? Почему, вот мы говорили про Европу, да, почему, я не знаю, какая-нибудь там Германия, да, или там Португалия сейчас, да, популярна, да, то есть почему, я не знаю, не, там, не знаю, Ближний Восток, да, там, например, в Эмираты. Все хотят попасть в Эмираты, там движуха эта страна, ну, понятно, мигрантов, люди, которые, ну, то есть приезжают туда именно работать и заводят некие торги. Почему Америка? Ну, наверное, кратко отвечаю, звезды так сложились, да. Я никогда не хотела вообще, в принципе, уезжать из России и переезжать в США. У меня никогда не было такой золотой мечты, но так сложились обстоятельства. Еще в 14-м году я познакомилась со своим будущим мужем, который выиграл карту в США. Он говорит, давай, поехали. Я говорю, нет, не, не хочу, да, вот, ну, примерно так это было. Я очень долго упиралась, но в итоге мы все-таки переехали. Ну, то есть просто как бы сложились обстоятельства. И приехать сюда, я уже понимала, что, ну, назад дороги нет. Я уже приехала, и я, ну, вот, как бы очень будет тупо сдаться и поехать обратно. Тем более я вот уже всем там рассказала, всем написала, что я еду в США, и я приехала в США, конечно, столкнулась с реальностью, к которой я не была готова вообще. То есть если я в России и в Москве занимала вообще отличную позицию, я уже была таким хорошим, крепким продуктом, не синером, но, тем не менее, на такой middle я была. У меня было, по-моему, три года опыта работы на тот момент. У меня была хорошая зарплата, у меня была хорошая проект, репутация и так далее. Да, за мной бегали хантеры, рекрутеры. В общем, все было у меня вообще в шоколаде, у меня была квартира, друзья, родители, вообще, ну, вот, вообще не жаловалась. И переехать в США, я поняла, что я лишилась вообще всего, всего, кроме, ну, вот, людей, с которыми я приехала. Моей дочери на тот момент и моего бывшего мужа. И, то есть, за мной никто не бегает, я никому не интересна, меня никто не знает, я не понимаю людей. Мой английский оставляет желать лучшего, хотя я была уверена, что мой английский очень крутой, да, и денег не хватает, живем как бомжи в какой-то, я не знаю, в клубе, в бейсменте мы жили, да, в бейсменте это такой нулевой этаж и все с окнами в асфальт, да, примерно, в темном. Ну, то есть, все плохо, культурной жизни нет, друзей нет, вообще непонятно, да, то есть, ты просто в такую яму скатываешься, и, конечно, это очень такой, очень полезный период. Я хотела вернуться, у меня было много попыток вернуться обратно в Москву, потому что мне очень не нравилось, что здесь происходит, я просто морально не была готова, это вот ошибка была в том, что я морально не подготовилась к этому, вот. Но что меня всегда останавливало, это, ну, некий стыд проиграть, да, вернуться проигравшей. И это я как человек такой ачивер, я не могла себе этого позволить, вернуться обратно в Россию проигравшим. Хотя я покупала билеты, я прилетала в Россию, покупала обратно, улетала обратно в Штаты, то есть меня колбасило в течение, наверное, лет двух, туда-сюда, я думала, все, улечу, нет, не улечу, нет, улечу, нет, не улечу, да, ну вот, ну и боролась, да. Вот, и возвращаясь к вопросу про поиск работы, да, про, конечно, когда мы только пролетели в сентябре 2016 года, я понимаю, что у нас денег нет, на тот момент у нас было, я скажу, наверное, тысяч 15 долларов на семью из трех человек, ну, то есть, как бы, не шик. Немного, да. Немного, да, немного денег у нас было, мы сняли достаточно дешевое жилье, дочь не ходила тогда еще в садик, сады все платные в США, да, мы не могли себе позволить детский сад, бывший муж сидел с ребенком, я с ним, я пошла работать, потому что я просто первая нашла, мы понимали, что у нас нет вот этого этапа, знаешь, эйфории, когда ты приезжаешь в новую страну, у тебя такая, вау, новая страна, сейчас пойду вот гулять, изучать, все есть там, путешествовать, да, у нас такого не было, потому что мы понимали, что у нас 15 тысяч долларов, при минимальном расходе, вот, если жить как бонус в 3 тысячи долларов в месяц, мы можем протянуть максимум 5 месяцев. Вот это было такое четкое, такой дедлайн, понимание, были еще деньги на черный день, мы их назвали, мы отложили специально, что если совсем все плохо, мы на эти деньги покупаем билеты обратно и возвращаемся обратно в Россию. Вот, поэтому у нас был четкий дедлайн, и я понимала, что, ну, нельзя вообще ни дня терять, надо просто садиться, фигачить и искать работу. Вот мы сели, вдвоем начали искать работу, у меня заняло это 3 месяца найти свою первую работу, у него 8 месяцев, то есть он свою первую работу нашел только через 8 месяцев. Ты сразу нашла работу, ну, то есть искала работу продуктом и нашла работу? Ну, я не сразу нашла, да, я получила еще миллион отказов до этого, но нашла продуктом, да, потому что я не хотела быть не продуктом, я понимала, что тогда сломается мой карьерный путь, мне почему-то, я не знаю, у меня не было какой-то теоретической части вот на эту тему, да, но я понимала, что карьерный трек очень важен, я понимаю сейчас, почему он важен, в США он очень важен, да, если ты продукт, и потом ты там продукт, там синер продукт и так далее, ты растешь как продукт, всем компаниям, рекрутерам понятно, кто ты, а если я была бы продуктом, потом я стала мыть полы, да, потом я стала продавать в магазине, пошла официантка, а потом вдруг решила вернуться в продукт, для них это вот непонятно, что произошло здесь, почему так, вот, поэтому я понимала, что надо держать для резюме хотя бы свой карьерный трек, я искала исключительно продуктом, хотя мне очень многие люди говорили, что, ой, кто приезжает в США, сначала идут работать, там, не знаю, в русские магазины продавать, да, поэтому, ребята, ребята, не слушайте, не верьте, да, не обязательно быть водителем грузовиков, если вы этого не хотите, да, поэтому все это бред, это говорят люди, которые хотят вас, наверное, демотивировать или которые не могли по-другому, да, и пришлось что-то делать, что им не нравилось, вот, на самом деле можно найти работу, которую вам хочется, а просто надо определенные усилия. Вот, я искала, да, первую свою работу я искала три месяца и нашла в русскоязычном стартапе благодаря своему нетворкингу, поэтому я всем всегда говорю, ребята, нетворкинг, нетворкинг, это просто, это ключ, это ключ к успеху, вот в США 100%, так я думаю, везде, поэтому начинайте строить, если вы думаете о переезде в США, начинайте строить свой нетворкинг как можно раньше, вот, завтра заходите на Линкдин и начинайте со всеми дружить, комментировать, активничать, заполнять посты, да, и так далее, потому что долгосрочный нетворкинг, он очень, ну, очень важен, ты никогда не знаешь, когда к тебе придет тот или иной человек, который может тебе помочь. И чем больше у тебя друзей, тем лучше у тебя устроены вот эти вот связи, тем больше есть шанс, что когда-нибудь, да, возможно, через там 10 лет этот человек тебе пригодится. И вот конкретно я свою первую работу в США нашла с человеком, через человека, с которым мы работали 10 лет назад. Мы делали комеди-шоу в Краснодаре. И так получилось, что я, когда приехала в США, я очень была тоже активна в социальных сетях, я понимала, что у меня режим emergency, мне нужно требовать свои проблемы всем, поэтому не бойтесь, это не стыдно, не стыдно просить помощи. И я просила у всех помощи, мне нужна работа в США. И вот его жена меня заметила, говорит, слушай, Аня, я вижу, что ты вот ищешь работу, у меня как раз муж, кофаундер проекта в Бостоне, как раз ищет продукты. Хочешь попробовать? Я говорю, конечно, хочу. Вот. И мы из Нью-Йорка переезжаем в Бостон, я получила офер, я прошла собеседование. И вот тем самым я получила свою первую работу. Пусть это не была, знаешь, вот работа мечты, у меня было состояние схватить любую работу. Вообще любую. Мне было все равно, что какие у меня были там задачи, хоть полы мыть, но главное, чтобы у меня title был product manager. Я понимала, что в резюме мне нужно title product manager. И потом, спустя год, когда я уже ушла с этой работы, я уже за год немножко крепла, мой английский улучшился, вообще мое понимание культуры улучшилось, я уже легче было, намного легче искать свою вторую работу. Вот когда ты приезжаешь, вот такой белый лист для американских компаний, это прям бо для всех. Бо для всех. Вот вчера мне написал парень, который четыре месяца искал нон-стоп работу, и вот первый оффер получил спустя четыре месяца. Тоже продукт. Продакт. Смотри, а правда ли, что для того, чтобы получить работу в США, ну оффер, да, нужно находиться непосредственно в Америке, то есть он сайт, ну то есть на месте. Возможно ли получить работу, например, ну ты сидишь в Москве, откликаешься на вакансии, я не знаю, там какой-нибудь, ну там тоже в Хьюстоне, там я не знаю, в Остине, там неважно, еще где-нибудь, да, и каким-то чудом, не знаю, ты доходишь до оффера, да, ну там благодаря своим скиллам, там или еще чему-то, там или там опять же по рекомендации, там через рефералку, и тебе говорят, делают оффер, говорят, ну то есть нужно обязательно, то есть возможно ли получить удаленно? Вот, наверное, такой вопрос. Я бы сказала, здесь вопрос не про то, где ты находишься территориально, а есть ли у тебя разрешение на работу в США или нет? Да. То есть вот это, это самый, наверное, такой первый большой барьер для тех, у кого нету разрешения на работу, нету визы, нету грин-карты и так далее, потому что США, как бы это очень конкурентный рынок, как со стороны компаний, так и со стороны сотрудников, да, тех, кто ищет работу. Соответственно, у компаний есть огромный пул очень классных, крутых кандидатов, которые здесь и сейчас находятся и которым не нужно выписывать никакие там разрешения на работу, да. Разрешение на работу для американских компаний, вот визы, спонсирование виз рабочих, это боль, это дополнительный геморрой, это дополнительные деньги, это очень долго. В США все это делается очень-очень долго, да, год, да, примерно, если вы захотите получить какую-нибудь рабочую визу, да, или любую какую-то другую на визу, а не туристическую. Соответственно, думайте о сроке год, а может быть два, да, зависит от того, насколько все будет гладко у вас. Соответственно, работодатель обычно не заинтересованно выписывать рабочие визы просто потому, что полно людей, которым она не нужна. Вот. И вот это самый основной барьер. То есть важно находишься ты там в России, ищешь работу, или находишься там где-то еще, если у тебя есть разрешение на работу, проблем у тебя с поиском не будет. Ну, просто потому, что у тебя есть рабочая виза, да, или грин-карта, да, если я сейчас улечу в Мексику, да, и я буду оттуда искать работу, ремоут, да, проблем у меня не возникнет, то же самое, что я буду искать из Остана. Разницы нет никакой вообще. Да, проблема станет тогда, когда есть у меня разрешение на работу или нет. Соответственно, людям, у которых нет разрешения на работу, нужно изначально думать, когда думают о том, чтобы переехать в США. Первым делом я всегда рекомендую думать о том, как вы будете легализовываться в США. В ситуации, что за вами будет бегать работодатель с визой и оффером, да, такого не будет. Просто потому, что, опять же, я сказала, очень много здесь своих крутых кандидатов, которым не нужна виза. Соответственно, обычно в визовую историю люди продумывают себе сами. Пути легализации, как они будут легализовываться, какими визами, да, вот, ну, например, самое популярное среди продуктов – это виза У1, это виза таланта в США. Или ее аналог EB1 – это уже грин-карта, да, примерно об одном и том же, просто одна – это виза попроще получить, другая – это грин-карта. Это самый-самый сейчас вот из своих друзей, которых я продуктов с ними общаюсь, это самый популярный способ, как люди вообще переезжают. Визу У1 делается, ну, фактически самостоятельно. Вы сами садитесь, сами составляете свой кейс, сами платите своему адвокату, сами все делаете, все-все-все сами, да, работодатель ничего за вас особо не делает. Максимум, он делает вам, отправляет петицию, что он как бы намерен с вами работать и все. Все остальное, все расходы, всю бюрократию, все вы делаете сами. Вот. Я понял. То есть, по сути, ну, слушай, на самом деле ситуация очень похожа с Европой, которую мы тоже как раз в прошлом эфире касались, что люди, опять же, да, которым я там помогаю с поиском работы, мы там, например, в Голландии какой-нибудь ищем или в Германии, первый вопрос, они говорят, есть у вас виза и разрешение на работу. Соответственно, первый, есть и нету, спасибо, ситуация такая же, как мы, ну, найдем тех, у кого она есть, либо местных, да, тот, кто, ну, там, не знаю, немцев и так далее, так далее, да. Ну, потому что реально вкладываться в человека, опять же, есть, понятно, уникальный опыт, там, какие-то таланты, да, в которых компания, в которых цепляется, да, и релаксирует. Это, ну, понятно, это отдельный случай, да. Если говорить как бы инженеров, да, в общем, да, то, опять же, project product to ruin, ну, там, product product to ruin, а project project, да, то, соответственно, найти такого же человека на местном рынке гораздо проще, быстрее, без всякой бумажной волокиты. Это хороший поинт, смотри. Да, я вот хотела немножко здесь, наверное, добавить про все-таки рабочую визу, которую, ну, H1B, да, наверное, подразумевает, который как раз-таки работодатель подает на тебя. Обычно по этой визе перевозят инженеров, разработчиков. То есть продуктов, да, project и подобных дизайнеров, маркетологов, людей нетехнических, по этой визе перевозят, ну, крайне редко, я смотрела статистику, там, где-то вот в самом низу, там, после 50-го места из профессии, как, ну, если это project или product. Вот. Соответственно, если вы крутой, талантливый разработчик с крутыми техническими скиллами, там, и достижениями, вы можете смотреть в сторону H1B виза. Но если вы product, вероятность того, что вас перевезут, ну, практически нулевая. Просто потому, что product, профессия все-таки такая гуманитарная. Например, у меня сейчас 80% времени это коммуникация. Я просто с утра до вечера я болтаю, делаю презентации, презентую, общаюсь, общаюсь и так далее. Вот. Соответственно, русскоязычные продукты, насколько я это вижу, действительно отстают в коммуникациях. И вероятность того, что американская компания вместо американцев с крутыми коммуникационными скиллами и вообще софт-скиллами будет брать такой черный ящик, кота в мешке в виде русскоязычного продукта без таких уникальных коммуникационных скиллов, да, еще и с плохим английским и так далее, да. Ну, просто равна нулю. Зачем? Да, вопрос зачем? Product это люди, которые разговаривают с утра до вечера. Со всеми. С бизнесом, со менеджментом, с пользователями, с девелоперами, со всеми подряд с утра до вечера. Вот продукт фактически такая вот говорящая голова. Нам тут говорят, ну, я, правда, еще прочитал, что пропадает запись, звук, но я могу сказать, что, ну, просто мы уже 40 минут отвечаем, почти 45, а в записи, у нас будет обязательно запись, и в записи, со звуком все будет хорошо, поэтому, как бы, нужно иметь в виду, все-таки, видишь, телега по-прежнему лагает. Я не знаю, почему, в чем проблема, у меня официальный клиент стоит, последняя версия, я удалял, заходил, не знаю, может быть, это какое-то ограничение. Ну, мы, как бы, я думаю, что в любом случае продолжаем здесь, просто нет смысла там между телегой и зумом мотаться, чтобы все-таки была одна запись. Смотри, я тоже согласен, что все-таки в классическом понимании 80% это коммуникации, и вот эти communication skills, и holder management skills, да, это прям супер важная история, как я шучу, хороший product или project работает ртом, да, то есть, это как бы, это в первую очередь, да, негаши переговоры, там, я не знаю, со смежниками, с командой, опять же, с заказчиками и так далее, и так далее. Это прям вот… 100%, да. Этот скилл, который прям должен просто как отчинаш быть, да, очень хорошо развит, и переговоры, и, естественно, ну, и понятно, уровень английского, да, если для разработчика еще так, можно, да, там, плюс-минус на уровне команды, да, там, какой-нибудь там B1, A2, ну, A2, ладно, уж совсем маленький, B1 вполне достаточно, все-таки product это, да, это про, ну, и про project в целом тоже, на самом деле, да, про переговоры, коммуникации. Смотри, опять же, если говорить с высоты твоего опыта сейчас, да, спустя, там, сколько получается, 6 лет, да, 6 лишним, какой совет, ну, наверное, какие 3 совета, рекомендации ты могла бы дать себе в 2016 году, собственно, которые, ну, то есть, условно, те рекомендации, которые нужно было сделать, но ты не сделала, да, то есть, можно было бы подготовиться, но ты почему-то не сделала, да, вот ты как раз упомянула, например, про адаптацию, да, про, может быть, еще что-то, вот, что-то можно дать, просто интересные минуты. Ну, да, да, наверное, рекомендация номер один – это готовиться заранее, ну, вот, 100% готовиться и готовиться как можно раньше. Что готовить? Готовиться нужно вообще изучать, изучать страну, город, вообще все, куда вы едете. Это очень важно, изучать какие-то детали, бытовые детали, вот, все заранее, да, как снять жилье, как, не знаю, открыть банковский счет, как получить водительское удостоверение, вот это вот все нужно знать. Как искать работу, как писать резюме, вот, я, я это, я об этом не думала, я просто приехала со своим резюме с HeadHunter и очень сильно лоханулась и фактически потеряла, ну, много времени здесь, потому что я уже на месте, будучи на месте, начинала это изучать в таком emergency mode, да, потому что я понимала, что деньги капают каждый день, это дорого, а я заранее это не сделала. То, что вот можно заранее подготовить, почитать, нужно сделать. Дальше, что, что дальше изучать? Английский язык. Не только заниматься, я не знаю, с репетиторами или в какие-то группы, обязательно набивать себе ухо, как говорил мой преподаватель по-английскому, вам нужно набить себе ухо. Просто отличное выражение, да, слушать любые акценты. Просто включайте что-нибудь в YouTube, чем хуже говорят по-английски, тем лучше для вас. Вот прям слушайте, слушайте, как говорят индейцы, как говорят китайцы, азиаты, особенно азиатов, пожалуйста, слушайте азиатов, слушайте африканцев. Да, не слушайте американцев, они плюс-минус обычно говорят, да, слушайте тех, кто говорит плохо. Тем самым вы будете привыкать к тому, что разные есть акценты, и по приезду в США у вас не будет этой проблемы, что вы не понимаете людей. Вот. Дальше. Обязательно строить сеть нетворкинга заранее. Я бы себе обязательно порекомендовала бы именно в Америке. То есть это первое. В город, куда вы едете, если вы планируете переезжать уже в какой-то город, вы уже знаете, да, Нью-Йорк, обязательно найдите себе через друзей, каких-то знакомых. И по приезду, приехав, к примеру, в Нью-Йорк, у вас уже будет там три-пять каких-то знакомых, с которыми мы по приезду уже сразу встретитесь, которые вам помогут адаптироваться, покажут какие-то места, что-то расскажут. Хотя бы у вас будут уже какие-то потенциальные друзья. Это первое. И второе. Стройте как раз-таки свой нетворкинг заранее. Это можно делать через LinkedIn, находясь где угодно. Начинайте добавлять людей в LinkedIn, начинайте заполнять свой профиль, начинайте активничать, комментировать, что-то обсуждать, что-то делать, да, что на момент, когда вы приедете, у вас уже будет сформирован какой-то нетворкинг-комьюнити люди. И вы приедете, и вы уже скажете, слушайте, а я уже здесь. Пойдемте вот кофе попьем, да, или какой-нибудь митап сходим, или еще что-то. Вот очень много всего можно сделать заранее. Заранее можно подготовиться, составить себе список людей, составить себе планы и так далее. Поэтому вот рекомендую вот это точно делать заранее. Гуд, да. Это очень круто. Здорово, да. Действительно, нетворкинг, как бы подготовить, опять же, некую базу, да, с помощью которой можно, опять же, стартовать гораздо более успешно, чем просто вот типа из серии, знаешь, как на удачу, ну, на шар. Условно, ты едешь, ну, там, как бог даст, да, и так далее. И действительно, я так понимаю, что у тебя это же success story, да, ты как бы построил из себя заново, по сути, да. Ну, понятно, у тебя был бэкграунд, но ты в основном в многом начинала заново, как я понимаю. Ну, практически там, ну, не с нуля, но там с какой-то базовой площадки. А многие просто как бы не это не получали и возвращались домой. Я уверен, и таких много было. Это действительно, это действительно возможно. Я очень хотела вернуться домой, но просто по своим каким-то внутренним вот именно характеристикам я не смогла себе этого позволить. Наверное, будь я немножко другой, с точки зрения психологической, я бы, наверное, вернулась, потому что это было действительно тяжело. Я не была готова морально, вообще не зашло никак. Но из-за того, что я все-таки боец такой, я просто не смогла вот как так сдаться, Аня. Ну, нет, это не ты, да. Но есть люди не такие, есть люди более какие-то гибкие, пластичные, там, менее сильные. У кого-то другие совершенно мотивации, да, с другими мотивациями люди, да. И люди просто уезжают. На самом деле в этом нет ничего ужасного. То, что я себя гнобила, Аня, ты можешь уехать. Вот сейчас, смотря назад, я понимаю, что, ну, а если бы я бы сломалась, да, вот спилась там, я не знаю, или что-то, депрессию какую-то, башкой поехала, да. Зачем я так к себе была жестока? Наверное, я не виню людей, которые уезжают. Они уезжают по каким-то своим причинам. Это действительно тяжело. Не каждый готов выживать, да, здесь. Не каждый готов бороться. У всех свое, ну, какие-то свои внутренние ресурсы, наличие вообще сил, мотивации. Вот. Поэтому нет ничего позорного. Я просто сама себя вот так вот загнобила. Ну, к счастью, все обошлось хорошо. Но, тем не менее, да, есть люди, которые ломаются. Вот. Поэтому надо быть себя очень внимательно, прислушиваться. И если действительно плохо, уезжайте. Ну, потом вернетесь, наберете сил, сделаете второй какой-нибудь заход или вообще в другую страну, да. Свет клином на США не сошелся, это точно. И сейчас то, что происходит в мире, это показывает. Люди прекрасно живут, да, и в Эмиратах, и в Турции, и кто-то в Португалии у меня, кто-то где-то в Азии. Вообще в Мексике сейчас отлично, в Латинскую Америку люди едут. Да, да. Вот. Поэтому, да. Это хороший тренд. И действительно, вот те люди, которые, я думаю, наверное, и к тебе приходят ко мне тоже, что многие, хочу в Америку. Знаешь, это вот как American Dream. Хочу туда, там круто, там бизнес, там все растет, в долину, да, туда поближе к этим фаундерам, как там в этих, ну, в сериалах и прочее-прочее. Я многим говорю, что можно все-таки сделать какой-то, может быть, промежуточный вариант, да, опять же, там, те же Эмираты, тот же Кипр, та же Европа, да, ну, то есть любая страна международная, да, ну, то есть где есть международное присутствие, поработать там, да, и, соответственно, дальше с этой базой уже гораздо будет проще, ну, опять же, имея опыт, имея английский, да, опять же, если мы говорим про общение с, ну, на английском языке, да, гораздо будет проще, в первую очередь, как-то эмоционально проще, да. Да, да, я согласна, на самом деле, неважно, какая страна, ну, главное, чтобы она как-то культурно отличалась. Важно то, что вот когда, про себя сейчас буду говорить, может быть, у кого-то не так, но в России, да, когда ты живешь, я жила в России, Россия, это такая, ну, какая-то монокультурная страна, я понимаю, что есть очень много национальностей, но в целом все примерно вот, куда бы ты ни поехал, в какой город бы ты ни поехал, все плюс-минус одинаково, все говорят на одном языке, одни и те же продукты с какими-то небольшими особенностями, да, вот примерно все одинаково, и мы привыкли, что мы как бы такие одни, какая-то одна культура, но когда ты меняешь свою культуру, к которой ты привык, у тебя свои есть нормы, ты меняешь культуру на другую, и у тебя меняется все, у тебя меняется что хорошо, что плохо, что нормально, что ненормально, и меняется язык, меняются люди вокруг, меняется все, и это огромный вообще стресс, особенно для вот страны, ну, типа вот монокультурной такой, как Россия, я понимаю, опять же таки, кучу культуры в России, но тем не менее, все плюс-минус, да, очень близкое, да, это не то, что ты приехал в Азию, да, в Азию вообще другой мир какой-то, или там, вот, поэтому вот этот вот попробовать другую культуру и принять другую культуру, и принять у себя в голове, что бывает по-другому, и что нормы, они у каждого свои, вообще нет понимания нормально, вот приехав в США, я поняла, что нету понимания нормально, что нормально в России, ненормально в США, что нормально в США, ненормально в России, да, и это просто огромный вообще сдвиг в моей голове было, поэтому можно поехать в любую другую страну и просто испытать вот этот диссонанс, почему так, почему дети ходят босиком, когда на улице минус 10, и без шапок, да, вот это вот, как так, почему дети спят на полу в детских садах, почему их не закрывают, я не знаю, вот почему с тобой продавцы в магазинах говорят с утра вообще очень долго и собирают себе пакеты, да, почему все быстро не сделают, да, вот такие вот мелочи, и ты понимаешь, что нормы, они очень такие субъективные, вот. Да, 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 размыто, есть, есть этот, ну, да, культурный код, опять же, да, ну, есть определенные, да, как бы нюансы, которые действительно, в первую очередь, это психологически тяжело, наверняка ты слышала, да, что обычно где-то там через полгода в новой стране, это, ну, понятно, зависит от страны, да, где-то быстрее, где-то медленнее, ты замечаешь не только плюсы, ой, там, какая красивая, там, я не знаю, природа, да, или какие-то дешевые фрукты, да, начинаешь замечать недостатки, ну, опять же, да, это все-таки больше вот как бы некой базы идет, да, как ты воспринимаешь, кто-то скучает, я просто, ну, по себе могу судить, да, по окружению, что есть люди, которые очень сильно скучают по привычному укладу, да, а есть люди, которые говорят, блин, это новый опыт, его просто нужно принять таким, какой-то, нужно везде искать плюсы, да, да, это другая страна, другая культура, да, но это другой опыт, это опыт, который ты никогда не получишь, пока не проживешь, ну, вот и все, то есть это минутка Далай-Лайминга, да. У меня, кстати, да, порекомормирует, может быть, свой канал, потому что у меня есть видео с психологом на эту тему, я, настолько мне эта тема была интересна, что я пригласила психолога обсудить психологию эмиграции, поэтому мы как раз там обсуждаем все вот эти этапы, где плохо, где хорошо и так далее, поэтому, да, если интересно узнать, что происходит с организмом человека, да, с психикой человека при эмиграции, заходите, смотрите, и практически каждый это проходит, то есть вот каждый испытывает какие-то этапы вот тоски, да, может быть, легкой депрессии или сильной депрессии, да, вот, это нормально, это вообще нормально, да. Да, это, ну, я говорю, опять же, очень сильно зависит, понятно, от человека, от его окружения, от страны, да, в какой он, там, он один или с кем-то, или там, ну, то есть компании, да, то есть очень от многих факторов зависит. Окей, смотри, давай тогда по тактике. У тебя недавно был эфир про то, как пройти собеседование в Google, да, Google мы рассмотрим, наверное, как один из таких ярких примеров, да, все хотят туда попасть, там, дикий конкурс, свои нюансы, да, ну, так же, как и в Амазон, как и в другие крупные, да, там, в Apple, я уверен, да, вот по тактике, какие рекомендации ты можешь дать людям, которые, предположим, у них есть разрешение на работу, green card и так далее, да, ну, либо, опять же, да, они, ну, то есть решили вот этот вопрос, о котором мы говорили ранее, по тактике, с чего начать, как подаваться, что готовить, как готовиться к интервью, ты об этом частично говорила, но хотелось бы весь процесс, может быть, на примере Google, как такой, наверное, наиболее яркий, ну, или, на примере Apple, лично тебя, да, вот. Да, сразу скажу, что с первого раза в такие крупные компании попадают редко, и люди обычно много лет пытаются, ну, то есть это не то, что они там с утра до вечера пытаются, да, они попытаются, получат отказ, потом через год попытаются, получат отказ, да, на третий раз все хорошо, да, поэтому в основном примеры людей, которые работают сейчас в фан-компаниях крупных, они так или иначе до этого пытались сюда попасть и заваливали, да, и это нормально, это абсолютно нормально, если вам с первого раза отказали в Google, это вообще нормально, да, наверное, я думаю, 99,9% на первом этапе отказывают, да, мне тоже отказывают, я много лет пыталась с определенной периодичностью. Вот, соответственно, этап номер один, это, конечно, резюме, я не буду углубляться в резюме, но резюме нужно желательно передать через знакомого, потому что если вы просто будете тупо на сайте Google отсылать резюме, скорее всего, никто не посмотрит. Ноль, вероятно. Да, да, поэтому ищите, да, ищите кого-нибудь, кто работает в Google или в другой компании и просите сделать вам реферу. То есть это вот такой основной заход в крупные компании через кого-то, да, друзей у вас должно быть, потому что русскоязычных фан-компаниях очень много, 100%, если вы не совсем там живете где-то как в пещере, да, скорее всего, у вас есть друзья, которые там работают. Вот, да, это первое. Вы подаете резюме через реферальную программу. Второе – это подготовка. Это очень серьезная подготовка. Интервью, вообще, интервью в США – это процесс предсказуемый, в отличие от России. Я не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось в России, но, насколько я помню свои интервью, ты никогда не знаешь, что тебя будут спрашивать. Ты приходишь такой, да, и, блин, о чем меня будут спрашивать? А если я не знаю, о чем меня будут спрашивать, зачем мне вообще готовиться? Да, 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 есть такая логика. Да, я приехала в США с таким же майндсетом, да, я просто ходила на шару на собеседование, а потом поняла, что это неправильный подход, что в США все вопросы, особенно в крупные компании, они все в интернете. Вы заходите на, я не знаю, на глазdoor.com или просто гуглите, типа, PM-интервью от Google questions, да, easy просто. Первый гугловый запрос, он у вас выдаст кучу линков с вопросами, какие вопросы задают на продуктовых собеседованиях или на любых других собеседованиях в те или иные компании. Это все очевидно. Что от вас ожидают ваши интервьюеры? Это то, что вы будете готовиться. Соответственно, самая важная вообще во все вот эти вот фан-компании вещь – это подготовка. Для подготовки написано очень много книг, вот, в том числе Cracking DPM интервью, если вы говорите, мы говорим про продуктов Cracking Coding интервью, да, для девелопера Decoded Conquer, да, там очень много разных книг, но вот основные, Льюис Ли книга, 164 вопроса, все они примерно об одном, и все они релевантны до сих пор. Они были написаны, не знаю, лет 10 назад, но ничего не изменилось. Вообще ничего, да, вот, примерно те же самые плюс-минус вопросы, те же самые фреймворки, то же самое. Поэтому покупайте, скачивайте книгу, читайте, и дальше, когда вы прочитали теорию, идите практиковаться. На МОК-платформы, с коучем, с другом, сами с собой перед зеркалом, да, чем больше вы практикуетесь, тем лучше. Соответственно, вы идете на интервью, первое свое, вы его фейлите, но вы делаете для себя выводы. Вы попробовали, вы сделали выводы, да, насколько вы сильно нервничали, да, одно дело, когда вы тренировались с друзьями, другое дело, что вы реально со своим чуваком из Гугла общаетесь. Вы видите, какие вопросы он вам задает, как он вас ведет по этому собеседованию, потому что, наверное, ни один коуч не может вас провести так же, как ведет интерьер из, ну, реальный интерьер. Поэтому вы приходитесь, вы фейлитесь, но вы делаете для себя просто гигантское количество вообще выводов и получаете огромное количество инсайтов, как все проходит, да. У вас фриз на полгода-год в зависимости от компании, позиции и так далее, да. Потом вы подаетесь опять, и вы уже знаете с теми инсайтами, которые вы первый раз получили. Вы же понимаете, ага, вот это здесь надо то-то-то-то-то, здесь я не дотянул, да, вы уже приходите туда с более подготовленным. Вы можете зафейлиться, вы можете пройти, да. Если вы зафейлитесь, ничего страшного, опять делайте выводы, идете еще через год. И вот примерно такой процесс когда-нибудь у вас обязательно получится. Просто сразу хочу сказать, что вот, ну, это не дело одного дня, да, что вы такие зашли случайно, да. Это подготовка, это отказы, и это процесс длительный. Если вы не какой-то, конечно, там, гениальный человек с каким-то, да, супер-роботом, да. Ну, понятно, какой-то элемент удачи, естественно, тоже может быть, да. Не исключаем, опять же, как это осилит дорогу идущей, да, и поэтому в любом случае ты пробуешь, пробуешь, потому что прохождение интервью – это навык, это 100% навык, который качается, как у любой другой, да. Ты меньше стрессуешь, а ты понимаешь, как отвечать на вопросы, потому что лично, вот, что мне, ну, помогло, помогло, да, помогать, как бы, помогло подготовиться к интервью, я просто выписывал вопросы, которые мне задавали, да, там, начиная tell me about yourself, заканчивая, там, я не знаю, самый главный фейл в вашей карьере, да, или, там, почему вы, там, не знаю, как вы решаете конфликт, да, в команде, да, ну, то есть какие-то такие вещи, ну, то есть есть софтовые, есть хардовые, да, там, какие-то по фреймворкам, по, там, методикам приоритизации задач, например, я просто выписывал блокнотик, и вот у меня, условно, я сижу перед ноутбуком, у меня собеседование, да, а справа стоит айпэд, где у меня заметка как раз, я не читаю, это самое главное, не читать, потому что когда ты читаешь, это супер заметка, у тебя глаза в другую сторону смотрят, ты их зачитываешь и так далее, но интонация меняется, да, у меня шпаргалка только для успокоения, да, то есть, условно, если я отвечаю какой-то хардовый, там, не знаю, методы приоритизации рисков, вы знаете, стратегии митигации риска, я такой, ё-моё, их там семь штук, да, ну, соответственно, я их пальцем листаю, о, вот это, и я там, ну, как-то могу, ну, то есть, перечислить, да, в целом, но, опять же, это больше для успокоения, ты знаешь, как шпоры пишут, что, типа, есть запасной вариант, который, вот, это же, ну, больше именно, да, про успокоение себя, да, то есть, про уверенность, и это реально помогает, реально, вот, я когда проходил большие интервью, там, по полтора часа, да, и так далее, когда кучу вопросов тебе задают, естественно, ты там не знаешь какое-то определение, ты опа-попа смотрел, там, своими словами рассказал, и нормально, потом ты запоминаешь, потому что вопросы повторяются, правильно, я когда, например, проходил интервью в компании в Эмиратах, мне даже показалось, что вопросы несколько старомодные, да, опишите три ваших сильных качества или три ваших недостатка, да, там, почему вас должны взять именно вас, да, то есть, у меня такие вопросы, знаешь, задавали там, то есть, когда-то там 8 лет назад, 7 лет назад, то есть, как бы, в целом это норм, смотри, а по этапам интервью, потому что обычно, ну, здесь, наверное, начало стандартное, да, скрининг по телефону, да, потом дженерал интервью, потом какое-нибудь техническое, потом каучерфит, ну, или там, наоборот, каучерфит, потом техническое, это действительно так, ну, то есть, или есть какие-то особенности? Ну, действительно, зависит от компании, да, у каждого компании свои процессы, но в целом ты правильно сказал, первый, это всегда рекрутерский скрининг по телефону, tell me about yourself, what's your work authorization, да, вот эти вот базовые вопросы, и, может быть, что-то по твоему опыту. Второе интервью, оно обычно идет уже с hiring-менеджером или какое-то продуктовое, в зависимости от компании, допустим, фанги, это уже product design questions будет у тебя, прям сразу они не разбусоливаются и не спрашивают про твой опыт, про твой опыт практически там вообще не спрашивают, они сразу ныряют в этот product design свои, вот эти фреймворки, которые вопросы, которые они любят задавать. В каких-то других компаниях тебя могут, какой-то другой продукт может тебя погонять по твоему опыту. Дальше какие-то панельные интервью, это может быть там просто behavioral questions, это могут быть whiteboarding session, когда вы что-то решаете, проблему, что-то пишете. Ну, то есть любые другие вопросы, может, технические вопросы быть, аналитика, да, все, что угодно, какие-то кейсы. И дальше уже culture fit, он тоже не всегда, кстати. У меня вот прямо, что прям culture fit, такое интервью, да, его, мне кажется, у меня даже никогда его не было. Скорее всего, culture fit у тебя как так или иначе будет через все интервью идти. С тобой будут общаться разные люди, и они будут тебя оценивать, да, как ты общаешься, как ты реагируешь на какие-то вопросы, критику, комментарии, да, как ты, вообще, насколько это приятно. Вот, поэтому culture fit, мне кажется, это, да, да, small talk, присутствует или нет. Очень важно. Очень важно, да, да, да. Вот, ну, как-то так, да. Слушай, такой вопрос, тестовые задания. Тебе, ну, то есть существует два вида тестовых заданий, наверное, ты как бы участвовал, когда тебе дают кейс заранее, да, и, например, какое-то время на подготовку. Ну, то есть как некая, там, не знаю, один из этапов интервью, да, у меня тоже так были кейсы, например, там, проанализировать конкурентов, выписать, я там, свот-анализ делал, да, и, например, описать первые две недели работы в виде презентации. Мне показался кейс прикольный, то есть мне дали направление, я подготовил презентацию, на английском рассказал, но ответив, естественно, на вопросы. Есть тестовые задания, когда тебе садятся, ну, то есть вы открываешь, не знаю, фигму там или мира какой-нибудь, да, и говоришь, нарисуйте прототип, я не знаю, ну, я не помню, какой вопрос, там, типа, Ютуба для космонавтов, да, там, условно, приложение, да, там, Ютуб для космонавтов, как он должен выглядеть. И тут смотрят уже такой некий, ну, понятно, там, продуктовый, креативный подход, да. А вот у тебя были такие кейсы в практике? Слушай, ну, вот именно тестовых заданий, которые дают на дом, чтобы ты сидел дома, а потом им что-то присылал, такое достаточно редко встречается. Встречается, но редко. И это точно не первые этапы. То есть тебе могут дать кейс уже после того, как ты прошел несколько интервью, когда ты уже понравился всем, и вот как завершающий этап у тебя может быть такое тестовое задание, да. У меня было достаточно редко, просто потому, что, ну, США уважает чужое время, да, сделать тестовое задание – это большое, это много времени, да. Обычно люди тратят не час, да, день-два, вот. Соответственно, ну, и, соответственно, его проверять тоже долго, да. Рекрутеры тоже и о себе еще думают. Зачем вам еще сидеть и еще тебя проверять? Или там hiring manager. Вот, поэтому чаще всего здесь бывают, вот, как ты сказал, кейсы в прямом эфире. Когда ты, у тебя есть 30 минут, тебе в прямом эфире, да, на звонке дают какой-то кейс, да. Например, вот Oculus, задизайнить Oculus для слепых людей, да, или посчитать, я не знаю, определить цель Instagram Stories, да, или если Instagram Stories метрики упадут, что вы будете делать, да. Да, это вот прям у тебя есть 15 минут, 30 минут в зависимости от вопроса. У тебя есть какое-то время на него ответить. Все, и ты сидишь, и в прямом эфире ты можешь рисовать на Мироборде, ты можешь рисовать на iPad, да, ты можешь рисовать просто в Google Doc'е, в табличке, что угодно делать, просто каким-то образом показывать ход своих мыслей. И цель здесь не то, что ты предоставишь какой-то хороший результат, а то, как ты, ты покажешь то, как ты работаешь. Да, процесс, процесс, вот. И это самый частый кейс. То есть, с одной стороны, плюс в том, что ты не тратишь очень много времени, то есть всего 30 минут, минус, что для этого нужна тоже подготовка, на которую ты все равно тратишь время, да, потому что сходу решать такие задачки без подготовки – это, ну, маловероятно. Тебе нужно, во-первых, узнать, выучить все фреймворки, и второе, как бы оттрабанить их так, чтобы они у тебя засели на подкорку, чтобы когда у тебя пришел этот вопрос, уже не думал о том, какая у тебя должна быть структура, ты должен думать уже о теме, потому что тема, скорее всего, будет новая для тебя, она может быть любая вообще. Да, понятно, да. В целом, логика ясна. У тебя были такие случаи, да, когда ты сидела и интервью решала? Да, всегда. Есть какие-то тренажеры, которые позволяют к этому готовиться? Как ты готова заранее? Мне просто интересно. Ну, опять же-таки, возвращаясь к подготовке фан-компании, вы заходите в Google, вы находите лист вопросов, все в открытом доступе, секретов никаких нету, вы читаете книгу «Cracking DPM интервью», как отвечать на эти вопросы, вы идете в YouTube, смотрите какой-нибудь канал типа Try Exponent, там смотрите, как люди отвечают на эти вопросы, понимаете логику, структуру, берете вопросы, берете кого-нибудь себе, напарника любого, либо на платформах, либо среди друзей, либо коуча, либо сами с собой, и отвечаете на эти вопросы. Я исписала, вот у меня была подготовка в 19-м году, подобным типом интервью я практиковала очень много, вот у меня, наверное, вот такая вот стопка бумаги была. А4, где я вот все просто писала, я просто брала вопросы с интернета и такая, ага, 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 да, и все это расписывала. Да, слушай, ну да, это прям такой подход, но у меня, да, тоже заметка, конечно, там не стопка бумаги, но вот у меня заметка в iPad, там она очень длинная, там реально все вопросы, там продуктовые, проджектовые, и там какие-то общие. Смотри, вопрос такой, деньги, наверняка задают вопрос about your salary expectations, да, как наиболее корректно отвечать на вопрос про ваше зарплатное ожидание, да, то есть здесь существует ли какой-то подход, существует ли какое-то ограничение по зарплате, например, что ты можешь перейти за одной компанией в другую, не более там такого-то процента, да, и вообще как правильно отвечать, то есть у тебя, например, зарплата, я не знаю, X долларов, да, соответственно, не знаю, там 10 тысяч долларов, у стола, не знаю, 5 тысяч долларов, да, соответственно, вообще как принято, ну, то есть ты приходишь из одной компании в другую, например, это какой-то рост, да, там из позиции продукта в senior product, да, в каком, если какая-то норма, ну, то некий принцип, да, сколько можно просить больше? 50 процентов, 100 процентов, 15 процентов, да, и как вообще понять, какие деньги просить? Супер вопрос, сразу отвечу, ограничений нет, США страна, да, с выночной экономикой, за сколько продаж, за столько продаж, да, себя, вот. Соответственно, давай я начну с того, как строятся вообще зарплаты в США, как начисляются, я имею в виду, то есть вас могут спросить либо годовую вашу зарплату, либо часовую, то есть это вы должны знать свою годовую зарплату до налогов, это если вы, допустим, идете на как full-time employee, если вы идете на контрактную позицию, что тоже достаточно популярный кейс, ничего там позорного, ужасного нету, да, быть контрактником, вас просят часовую ставку, вот. Как узнать, какая у вас годовая или часовая ставка, да? Ну, то есть у меня уже нету вопросов, сколько я стою, потому что я уже знаю, но если вы только-только приехали в США и думаете, как вам узнать свою зарплату, ну, вы заходите на Glassdoor, опять же-таки все в интернете, все доступно, выбираете там salary и позицию, там у них прям есть целый тап, да, salaries, да, допустим, вы product manager, да, вы выбираете, ага, типа, сколько зарплаты product manager, дальше вас просят город. Это очень важно, потому что от города к городу, от штата к штату зарплаты… То есть налог, да, да. Да, мы зарплаты, мы говорим до вычета налогов, то есть сейчас мы говорим, что… До вычета, да, да, до вычета, все зарплаты исчисляются до вычета налогов, да, сколько у вас уже будет вычетать налогов, это уже ваши проблемы. Опять же-таки зарплаты разнятся просто потому, что уровень жизни разный. В Калифорнии это будет выше зарплаты, но и дороже жизнь, в Техасе это будет ниже зарплаты и дешевле жизнь, да, в Техасе тоже есть города, да, типа Остин, Остин считается достаточно дорогим городом для Техаса, есть Сан-Антонио, который подешевле. Вот вы примерно смотрите, выбираете и ищете какой-нибудь average для вашей позиции в городе, где вы живете или хотите работать, накидываете туда процентов 10-20, да, в зависимости от вашей жадности, и с этой зарплатой вы выходите на рынок. Почему накидывать? Просто потому, чтобы была возможность поторговаться, потому что у работодателей есть, у них нет возможности вам заплатить какие-то деньги, они вам об этом скажут. Все супер, но у нас вилка такая-то, такая-то, поэтому лучше всегда иметь немножко сверху запас, чтобы потом сделать шаг назад, то есть чтобы у вас была возможность как бы балансировать здесь. Дальше, как исчислять часовую ставку? Есть тоже, опять-таки, калькуляторы в интернете в свободном доступе, там, salary calculator, annual to hourly, да, что-нибудь типа того в бейте, найдете кучу калькуляторов, закидываете туда свою годовую ставку, получаете часовую, к этой часовой накидываете обязательно, обязательно накидываете процентов, я не знаю, 30-50, да, в зависимости, опять же-таки, от вашей жадности, и с этой часовой ставкой идете. Почему нужно закидывать? Потому что контрактники получают меньше бенефитов, чем full-time employee. У них, скорее всего, хуже или вообще нету страховки, что очень важно в США, и вам придется страховку уплатить из своего кармана, нету отпуска, и вообще они работают под, получают зарплату за то время, которое они проработают. То есть, соответственно, если праздник, там, Новый год, то контрактники, они просто тупо не получают свою зарплату. Вот, поэтому важно в эту калькуляцию включать, включить вот эти вот расходы, которые вы понесете, просто будучи контрактником. Поэтому часовая ставка, это не просто тупо поделить свое годовое на... Это должно быть выше, ставка должна быть выше. Выше. Вот. Соответственно, когда вы, да, идете с зарплатой, обычно это все открыто, обычно вам работодатель тоже говорит свою вилку, вы говорите свою зарплату, вы где-то торгуетесь или не торгуетесь, или соглашаетесь, и в принципе работодатель не имеет права спрашивать, какая у вас была предыдущая зарплата. Ну, то есть законодатель не имеет права у вас спрашивать, это ваше личное дело, какая ему нафиг разница. И она нигде не прописана, да? Кроме налоговой вашей декларации, да. Ну, да, 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 да. То есть это даже как неэтично, потому что, я говорю, в Эмиратах, опять же, я опытных людей уточнял, ну, по Эмиратам, потому что как раз у меня больше всего собеседований было в этой стране, там тебя просят даже прислать, ну, то есть там как-то назвать эту цифру, потому что от этой цифры они, там какая особенность рынка, что есть некое правило, что повышать не более процента, но опять же, это как в первую очередь внутри страны, да, чтобы друг друга не хантили, типа, знаешь, там 50 процентов и так далее. Потому что, знаешь, в России там Сбербанк всех скупил, сразу x2 зарплаты, да, и так далее, и так далее. Все хотят Сбербанк, ну, тоже предлагает большие деньги, да, и премии в том числе. А как бы, а здесь такая есть некое правило на рынке, да, поэтому просят зарплатный квиток, ну, или назвать цифру, да, как-то, которую можно там, естественно, без всяких этих данных и тому подобное, прочее, прочее, от которой можно отталкиваться. То есть для меня, так думаю, какого хрена, меня просят еще подтверждения, да, но мне сказали, это нормально. Это нормально, потому что сделано для того, чтобы вот не было вот этих там, ты получаешь там x дирхам, а тут 2x дирхам, да, поэтому есть такая особенность. Смотри, а если в абсолютном значении, в среднем, ну, опять же, да, наверное, понятно, это такой, может быть, немного глупый вопрос, да, там средняя зарплата продукта в России, ну, там, опять же, можно, там, по Москве можно посчитать, да, скорее всего, все по столице считают. А в Америке вообще на что можно рассчитывать? Вот джуну, медлу и сеньору, да, опять же, диапазон от и до, да, в целом. Ну, сейчас гроз, гроз. Да, будем говорить гроз в годовую, я буду называть, да, до 100 тысяч долларов в год, это, наверное, вот, ну, такой прям, такой средняк-средняк для вот джуна и, может быть, вот, такого медла не очень такого, начинающего медла, вот. То есть это до 100 тысяч долларов, да, в зависимости от штата, компаний и так далее. В крупных компаниях зарплаты выше в стартапах пониже, в Калифорнии выше, в Техасе пониже и так далее. Вот. Дальше, если мы смотрим какой-нибудь мидл, я бы сказала где-то 130-150 в среднем, да, это вот мидл долларов в год, тысяч долларов в год. И дальше, если мы будем уже сеньоры смотреть, то это уже там 150-200, 200, я не знаю, как правильно произнести. К 200. К 250-200, да, к 200. И, соответственно, если ты там уже какой-то крутой чувак, там, ТПО, директор в продукт, да, или кто-то такой, да, то уже 200-250, да, 300, зависимости от компании. То есть если это фанги, они там платят достаточно много, особенно на лидерских позициях, там, ну, то есть уже такие, что можно дом купить с годовой зарплатой. Нормально, нормально. Да. Да. Круто. Гуд, смотри, в целом, ну, как бы мы прошлись по всем вопросам, я вижу там вот кто-то тянул руку, Лаура, вы, по-моему, тянули руку, сейчас я прям вот... С самого начала уже полтора часа. Не, не, это просто сейчас там последние минуты, там, 7-10, мы когда про деньги начали говорить. Лаура, я вам включил микрофон, можете сказать, задать вопрос. Или Лаура. Или Лаура. Ага. Да, тут есть этот, да, есть нюансы. Либо, может, случайно. Ну, ладно. Может, да, может, случайно. Может, случайно. Да. Слушай, блин, да, очень интересно, ну, то есть, как бы есть такой некий summary, подвести, ну, наш поиск работы в США, что нужно, чтобы найти работу. Да, мы говорили про продуктов, но, я так понимаю, это справедливо будет для всех сфер, как бы в общем, да. Первое, это нужно готовиться. Да, всегда нужно иметь описанный опыт. Да, давай начнем, наверное, с понимания легализации. С легализации, да? Да, да, да. Если вы хотите работать в США, вы должны подумать о том, как вы будете там легализовываться сами. Вот, да? Да. Сто процентов. Потом как раз, ой, какой у меня тут, какой мустанг с московскими номерами паркуется передо мной. С московскими, ничего себе. С московскими, да, 799. Собственно, второе, это, естественно, подготовка, опыт, резюме, LinkedIn, нетворкинг, да, сеть рефералов, людей, которые уже работают в компаниях, куда ты хочешь попасть, да, там, рекрутеры и прочее, и прочее, прочее. Ну, то есть, это такая база, да? Да. Понятно, да, как бы четкое понимание, так, мое, чем более, как-то, ты таргетирована, там, штат, город, компания, да, уровень жизни, ты понимаешь, что сколько стоит, сколько нужно с собой брать денег, да, на первое время, да, сколько займет поиск работы. Это, ну, я так понимаю, по твоему кейсу, это 3-4 месяца, да, но я так понимаю, это очень сильно зависит от позиции, от, естественно, там, знания английского, знаний, ну, то есть, умения проходить интервью, да, и, соответственно, как раз третье, это вот это, ну, то есть, через менторы, через помощь ментора, с помощью тренажеров, да, попрактиковаться на прохождении интервью, чтобы быть, опять же, там, во всеоружии, ну, и, собственно, получить, как бы, определенный успех, ну, либо прийти к тебе, да, за рекомендации, например, или консультации, да, тоже хороший вариант. Да, да, но я могу, я действительно могу практиковать и тренировать на интервью, просто я имею, я думаю, что можно это делать и не платя, да, все-таки, как бы, я буду просить деньги, да, можно это делать самостоятельно, и я это делала самостоятельно и бесплатно, то есть, есть такая возможность просто найти себе партнеров, друзей на платформе, да, и это делать. Просто, как мы обсуждали как раз с Кириллом из Гугла, вот, да, его проблема была в том, что он не готовился, и когда ты уже выходишь на более такой высокий уровень, когда ты вроде как уже отторабанил свои первые, я не знаю, 50 МОК интервью с кем-то, с людьми там непонятными, да, уже хочется более качественного фидбэка, и уже тогда надо привлекать себе консультанта, коуча, когда ты уже вроде как все знаешь, все умеешь, но ты хочешь что-то еще лучше, да, вот тогда уже можно привлекать и платить деньги за коуча, который тебе будет давать очень-очень хороший валидный фидбэк, как не тот, который тебе просто дают вот какие-то знакомые, которые не в теме, или таких же, как ты, ниже уровня, да, допустим, если люди, они что-то не могут дать фидбэк какой-то. Вот, поэтому, да, практика очень важна, практика очень важна, и самое главное, настрой на то, что это процесс долгий, болезненный, и много отказов, да, люди очень сильно, я вижу, ломаются, особенно те, кто привык искать в России, где за ними все бегали, говорят, я прошел три собеседования, Илья восемь, резюме закинул, ничего, мне ответа нету, вот, типа, что я делаю не так? Я такая, хо-хо-хо, да, ребята, давайте вот еще, еще 50, да, чтобы просто играть цифр, да, США это игра цифр. Да, воронка, да, воронка. Вороночка должна быть, конечно, побольше, не восемь отправленных резюме, да, должно быть 80 отправленных резюме, или 800 отправленных резюме, да, вот, примерно на таких цифрах. Андре Ремати, Андре Ремати мне в интервью говорил, что он 2000 резюме отправленных. Слушай, а какая конверсия вообще в собеседовании в целом? то есть, условно, да, очень низкая. Да, если говорить про, вот, как раз Маша Подоляк недавно какую-то статистику приводила, если ты уже крутой на рынке США, и вот уже тебя все знают, то твоя конверсия будет, ну, где-то может быть там, типа, 20 процентов, да, скорее всего, да, да, это если ты уже достаточно давно на рынке США, и вот с каким-то опытом. Если мы говорим про человека, который без опыта на рынке США только приехал, да, конверсия будет там, ну, 0,5 процентов, ну, примерно так. Ну, то есть, достаточно низкая конверсия, поэтому, конечно, нужно расширять свою воронку. То есть, наверное, из 100 отправленных резюме у вас будет там, я не знаю, может быть, одно собеседование. Одно или вообще там, из 200 одно получается, на эти 0,5 процентов, да, то есть это... Ну, да, 1, 0,5, да, ну, вот примерно вот в этих рамках, да, будет у тебя два собеседования из 100, прекрасно, будет у тебя одно из 200, да, ну, это тоже, то есть, ну, ты каждый раз работаешь над улучшением этой конверсии, то есть ты приехал с резюме из Хаткантера, отправил, у тебя конверсия 0, да, или какой-нибудь Индус позвонил, да, которому все равно кому звони, да, ну, вот примерно так, да, с которым все равно конверсия 0, и разница там нет, что он тебе позвонил или нет, время ты его потратил, вот, соответственно, ты такой, ага, что-то не то, да, пошел такой формат поменял, такой, раз смотришь, там, один звонок, дальше еще пошел, наполнение поменял, там, достижения, подобавлял, цифры какие-то, да, фоточку убрал, отправил, чуть получше стало, ну, примерно вот такое, оботестирование, постоянно улучшение, свою вот жизнь, моя, но конверсия действительно низкая, и это вообще нормально, то есть, поэтому надо иметь просто это в голове, что рынок США, он такой, что это игра больших цифр, если ты не суперкрутой какой-то профессионал с каким-то мега-крутым нетворкером, уникальным опытом, да, поэтому надо отправлять много, да, восемь резюме отправленных, это недостаточно, это очень мало, и надо отправить, ну, отправлять действительно многое. Слушай, да, понятно, интересно, да, ну, опять же, и рынок Америки, он очень большой, то есть, если бить просто Project United States, там несколько сотен тысяч позиций откроются, то есть, там, понятно, что это по штатам делятся, по компаниям, там, по уровню, там, сеньорити и прочее, прочее, но это прям реально, то есть, ну, и конкуренция, конечно, все. Да, да, это вот как бы, да, вот российский рынок, он такой маленький, да, компаний мало, сотрудников мало, да, все друг друга знают, и примерно, вот такой какой-то домашний такой рынок, и каждый, как бы, все может где-то скатить, порекомендовать, и ты примерно все знаешь, выбор у тебя не очень большой, в целом, ну, в России, да, а в США ты проезжаешь, у тебя просто поле непаханное, и того, и другого, и компания у тебя, там, десятки тысяч, да, и кандидатов у тебя сотни тысяч, и вот, конечно, вот это такая мясорубка, действительно другие совершенно масштабы, поэтому и смотреть на это нужно тоже немножко по-другому, и с точки зрения конкуренции, процессов, и вообще всего, и насколько тебе действительно нужно, и с кем ты конкурируешь, да, понимание о том, что в России ты конкурируешь, ну, как бы с российскими ребятами, здесь ты конкурируешь со всем миром, и это, конечно, ну, просто нужно в голову себе вбить, да, что ты не уникален, да, и снять вообще корону, что если даже в России ты был очень классный, совершенно не значит, что ты здесь классный, здесь таких классных, как ты, просто очень много, вот, и очень важно, да, снять корону, и каждый классный в своей области, да, вот, и индийцы, например, они очень, очень усидчивые, трудолюбивые, вот их, они могут давать свои МОК-интервью сотнями, я читала статью чувака, он устроился в Walmart, ну, не продавать, а в приложении, он прошел 300, 300 МОК-интервью, меня не хватило настолько, ну, слишком много, вот, вот они вот такие, да, вот они просто, долбит, 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 китайцы, они очень сильные в математике, в технические, очень крутые чуваки, тоже очень, такие усидчивые, упоротые, понимаешь, вот, американцы, они крутые в своих коммуникационных навыках, ты никогда, наверное, не переиграешь американцев в коммуникационных навыках, то есть, это тоже нужно понять, и все равно будет лучше тебя говорить, потому что он здесь родился, и с детства учатся продавать себя, прямо со школьной скамьи, вот, поэтому нужно понимать, с кем ты конкурируешь, знать своих конкурентов в лицо, знать свои сильные стороны, чем ты лучше, чем ты хуже, да, и как бы быть более такой добрым к себе, понимаешь, это совершенно другая игра. Да, соглашусь. Слушай, да, очень интересно, понятно, высокая конкуренция, но и как бы это стоит того, для того, чтобы все-таки опыт 100% бесценный, да, и опять же, при должной мотивации, подготовке, ну, и понятном везении, но опять же, да, как бы это просто некая мат статистика, да, чем больше ты пробуешь, тем выше вероятность, опять же, ширина воронки, да, чем шире воронка, тем выше вероятность, что ты получишь тот оффер, да, заветный, дальше, потом уже будет проще, да, как я говорю там в своих этих лекциях, самое тяжелое, это пробиться у толпы, у первой ступеньки, вот это запрыгнуть на корабль, да, 100%, да, будет проще. Да, первая работа, реально самая тяжелая, после первой работы значительно легче, значительно просто, ты уже не белый лист для американских компаний, и да, ты правильно сказал, как бы надо фигачить, надо что-то делать, надо не сдаваться, тяжело, но перспективы безграничны, фактически, когда ты приезжаешь, уже адаптируешься на рынке США, ты уже не видишь тебе каких-то потолков, которых, допустим, я себе видела примерно в России, я думала, блин, а вот что дальше, вот через пять лет куда, да, здесь не вижу, здесь прям думаю, ой, туда хочу, и сюда, и вообще все хочу, и вроде как вообще все, так до старости, до пенсии буду экспериментировать, да. Ну, дай бог, дай бог, чтобы, было как можно дольше. Гуд, ну что, спасибо тебе большое, очень было круто, интересно, к сожалению, я извиняюсь там перед теми, кто подключался, и были проблемы со звуком, не первый раз такое, но, как бы, в любом случае, я запись выложу прямо сегодня, я, естественно, вышлю ее тебе, и, собственно, последнее слово, как бы, за тобой, что-то, может быть, напутствие какое-нибудь. Ну, напутствие, наверное, да, как бы, действуйте, да, не надейтесь ни на кого, надейтесь только на себя, вы, это самый важный ресурс, не надейтесь на, если хотите искать работу, не надейтесь на работодателя, да, если хотите что-то менять, не надейтесь на, там, правительство, государство, своего мужа, жену, да, только вы, да, только вы способны изменить свою жизнь и что-то сделать, поэтому просто делайте, берите инициативу в свои руки, меняйте свою жизнь, если вам это нужно. Все? Это нужно, очень, очень круто, да, круто, еще раз, Аня, спасибо тебе большое, спасибо всем, кто нас все-таки послушал в эфире и будет смотреть, да, в записи, тогда что, тогда до встречи и всем удачи. Да, спасибо огромное, что пригласил, тоже получил огромное удовольствие, поделиться с тобой и с твоими подписчиками, своими знаниями. Спасибо огромное. Спасибо, тогда всем удачи и хорошего там дня, вечера или утра, да, смотря у кого что-то. Да, дня, день, утро даже, обед почти, да. А, ну, тем более, тогда хорошего дня тебе. Все, спасибо, тогда. Да, все, пока-пока. Все, пока.